доброе утро я лечу первый раз с тех пор как корона началась и я сам все покажу для тех из вас кто не летал время корон что я знаю многие до продолжали летать вот для вас наверно первая часть про самолет будет неинтересно но мы летим в амстердам я и вы на четыре дня три ночи я помните говорила что хочу больше одна ездить без семьи без мужа без детей до этого у меня был такой тест-драйв внутри швеции помните на готланде ну а теперь все я знаю что я заспана но посмотрите аэропорт боже мой кто еще скучает по аэропорту так странно было не летать полтора года для тех кто меня не знает меня зовут ира я вожу экскурсии по стокгольму и у меня есть курсы по личному бренду для предпринимателей которые хотят искать клиентов через соцсети летим мы из стокгольма естественно и я уже забыла как это лететь внутри европы никаких проверок никто меня ничего пока не спросил я уже у гейта сижу то есть просто свой посадочный талон который в интернете распечатываешь ты просто на проверке ручной клади проводишь и все у меня нету собой чемоданов кроме ручной клади гениально единственное что мне пришлось сделать это купить маски потому что у меня их нету маски в швеции практически не носим то есть кто в метро там в час пик когда была прям волна на пас не ездил в час пик в метро когда была волна вот мне пришлось купить час они по скидке уже никому наверно не нужны мало людей ходят в масках хотя написано везде одевайте маски очень интересно написано в аэропорту носите маски а люди без масок но хорошая новость открыли второй терминал а я еще это вообще не проверила из какого терминала я лечу но первых они здесь все рядом то есть как бы одно большое здание а во вторых 5 терминал был открыт все остальные закрывались на корону прихожу сейчас смотрю три или четыре рейса из 2 вылетают и мой один из них поэтому пришлось 15 минут по коридорам по коридорам по огородам эти второй терминал ну что проходим самолет странно у меня никто не спросил вакцину и паспорт вообще никто вместо меня мог лететь любой другой человек окей наверно вместе спросить уже хоть что-то ну паспорт понятно раньше не спрашивали внутрь евросоюзного участка самолет полный вот и все остальные там и 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 Так интересно. Страна абсолютно плоская. Я знаю, что я со стороны кажусь просто инопланетянином. Не была я в Нидерландах, не была я. Ты все вроде о них знаешь, но сейчас прилетаешь и думаешь, реально плоская, плоская. Посмотрите на эти поля, идеально ровненькие. А где, где дикая природа? Вроде простор, а вроде все в рамках. Очень интересное ощущение. Обратите внимание, что все как будто дороги между полями это канавы с водой. Причем большие такие, прямо реки практически. Везде, 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 посмотрите. Это вода, реально. Ну, кажется сверху, что это дороги, но это вода. Вот этого я не ожидала. Я специально вообще не готовилась. Ну, кроме каких-то мест, которые я хочу посетить. У меня не было такого, что надо узнать, как добраться до города из аэропорта. В конце концов, деньги есть, карточка есть, телефон есть, язык есть, справлюсь. Ну и, конечно, на месте все очень просто. И меня никто ни о чем не спросил. Вместо меня мог лететь любой больной, вакцинированный, невакцинированный человек. Ноль вопросов мне задавали. Сейчас иду такая. Аэропорт большой. Люди, люди, все не по-шведски, не по-русски, не по-русски. Все не по-шведски, не по-шведски ходишь такая. 5 евро 60 центов стоит билет до центрального вокзала в Амстердаме. Поехали. Все, сейчас я еду уже в поезде. Уи! Езжаем в Амстердам. Боже, я так переживаю. Это, наверное, какой-нибудь локальный трамвай. Сташун Амстердам Лейлилян. Сташун Амстердам Лейлилян. Сташун. Это очень прикольно. Я реально, я как дикарь какой-то, который всю жизнь жил, знаете, за полярным кругом. А тут приехал на курорт. В общем, прикол. Европейские пригороды. На одно лицо везде. Ну, нет, не прямо на одно лицо. Ну, так, в принципе, не узнать, наверное, город. Но чем ближе к центру, то уже чувствуется, например, в Стокгольме такого масштаба нету. Вот, нету. Хотя Амстердам и Стокгольм, они одного размера города. Но плотность здесь, конечно, выше, в принципе, в стране. Обожаю вокзалы. Ну, как и аэропорты. Такое ощущение свободы. Все, ребят, мы в центральном Амстердаме. Ага, хотят билетик у нас на выход отсканировать. Ну, хоть что-то у меня сегодня проверили. Короче, первое, что ты унюхиваешь, это то, что ребята курят травку. Первое. Очень сильный запах. Я с Израиля его знаю. В Швеции его редко где нюхаешь. А здесь прямо приезжаешь, первое, что тебе в нос попадает. Красота. Отель у меня V2, чек-ин. Вы знаете, что я не взяла? Не взяла зонтик. Ну, я думаю, у них есть тут зонтики. Я хочу пойти в одно классное место, куда я во всех городах хожу, в библиотеку. У меня есть как раз время, она недалеко от вокзала относительно. Говорят, с нее даже вид открывается. Пошли искать. Интересно, почему все без шлемов? Где шлемы? Вау, у нас в Стокгольме как-то шлемчики бывают. Может, голландцы что-то знают, чего мы не знаем? Привет, погода Амстердама! Пошел дождь, причем достаточно сильный. Прическа еще держится. Я купила зонтик за 5 евро. Пока не поздно, за 4. Но дождь прекратился. Зато, ребята, я пришла в легендарную библиотеку, о которой очень много видела блогов, читала. Вот полезно блоги смотреть. Пошли наверх. На седьмом этаже. Viewpoint нам туда. Смотрите, какие лампы. Свободный вход. Все же спокойно. Ага, там кафе. Значит, сейчас сходим наверх и потом присядем в кафе. Есть и классические полки. А есть здесь и вот такие классные открытые помещения. Народ читает, учится. Прикладываю сюда видео библиотеки из Осло. Ну, то есть видео про Осло, там очень много про библиотеку. Это моя прям слабость современной библиотеки. Как вам такой вид? Пошли. Жалко, что здесь прямо крыша. Ну, конечно, красиво. Мой отель где-то здесь. Недалеко от вокзала. Недалеко от района красных фонарей. Очень хотелось что-то максимально центрального, чтобы вечером далеко не гулять. И у меня были такие еще критерии, чтобы недорого относительно. То есть я не искала дешевый отель, но он должен быть некаким там бутиком за 1000 евро ночь. Я хотела, чтобы вся поездка у меня получилась за 1000 евро. Это еще, ну, то есть нормально. Это у меня экскурсия, это и полет, и отель вошло. И это как раз те деньги, которые мне выплачивает YouTube в месяц. То есть я еду на заработок от YouTube. Мне это было очень важно вложить в этот бюджет. А, еще хотела вид на канал. И вот в этом отеле был вид на канал за те деньги, которые я готова была платить. Так, что это? Да. 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 Так интересно, как у них прикольно оформлены входы. Я вот уже не первый раз замечаю. Прям зеленушечка такая деревенская, классная, уютная прямо в центре. У нас такого нету. О, красные фонарики. Ну что, давайте покажу вам комнату и пойдем дальше гулять. Посмотрите, какие тут крутые лестницы. Представляете, как раньше люди жили в этих домах на каналах. Камера не передает, но это реально очень-очень-очень крутая лестница. Заходим. Отель очень простой. Комнат, наверное, 5-6 всего. Вот так выглядит моя комната, двуспальная кровать. Но главное, что вид на канал. Это один из самых старых каналов. Он прям очень центральный. И мне это было очень важно. Что-то внизу вот эта какая-то интересная штука, которую люди только что пилили. Прям пилили. Не знаю, что это такое. И подо мной ездит велосипедиста. Шкаф. Туалет без душа, но не бойтесь, душ тоже есть, но без туалета. По-моему, это вообще считается две звезды, но завтрак включен. Все чисто, прекрасно. Мне больше вообще не надо. И помните, да, у меня была цель уложиться в достаточно невысокий бюджет для достаточно недешевого города. Но знаете, чего мне очень не хватает? Мне не хватает классного гида. В смысле, не гида человека. Здесь офигенные гиды есть в Нидерландах. Давайте я вам внизу под видео напишу вот список ребят, с которыми я знакома, правда, по интернету. Но за которых я точно могу вот ручаться, что они как бы... Я видела их эфиры, мне они очень симпатичны. Я дам их ссылки внизу. К сожалению, только с одной девочкой пойду на экскурсию, потому что со всеми невозможно. Хотя я очень хотела прям со всеми. Но решила, что нет. Ну, не получится. Но мне реально не хватает гида напечатанного или онлайн от человека, которому я доверяю. Потому что гидов миллион, но они все немножко не про то. То есть такое чувство, что люди не знают, чего хочешь именно ты. И дают все подряд как бы тебе. Лучшие рестораны. А вот если был бы один из людей, за которыми я слежу в интернете, например, да, блогер какой-нибудь. Блогер в хорошем смысле этого слова. И сделал бы свой гайд. Причем подробнейший, да. И он бы его каждый год апдейтил бы, например, ну онлайн. И я бы с огромным удовольствием заплатила бы сколько там, 30-50 евро. И меньше, но и больше тоже. За такую услугу. Думаю, может по Стокгольму такое написать. А еще, ребята, смотрите какой момент. Вот эта стена чуть-чуть завалена. Вот здесь как бы он не прямой угол. То есть вам не кажется, понимаете, вот туда окно. Большинство фасадов чуть-чуть наклоняется. Причем умышленно. Потому что когда ты поднимаешь грузы, а грузы почти все через окно поднимаются. Ну, чтобы не билось об стену все это дело. А поднималось аккуратненько. Посмотрите, над кроватью карта Старого Амстердама. Я вот как раз на одном из старых каналов. Здесь же сейчас намного больше каналов. Прямо несколько поясов каналов. Это только самый-самый-самый старый город. Везде эти три креста. Они же на флаге Амстердама. Эти три креста как три короны. Точно никто не знает. Но вроде как на которых распяли святого Андрея апостола. Который с причала рыбачил и таскал пескарей, пока Спаситель ходил по воде. Видишь, там на горе возвышается крест. Под ним десяток солдат. Повиси-ка на нем. А когда надоест, возвращайся назад. Гулять по воде, гулять по воде, гулять по воде со мной. Короче, три креста христианский символ. И как в Швеции три короны, тоже вроде как христианские. Но тоже на 100% вам никто не скажет. А насчет прогулок по воде. Ну ребят, ты правда ощущаешь, что тут все на воде. Ну то есть как бы читала это в книжках, видела это у других ютуберов. Но в полной мере ты не осознаешь, насколько вся страна на воде. Вот вам карта, как бы она выглядела, если бы люди ничего не делали, а дали просто море бы заливаться свободно. Вся страна под водой. Эти люди живут, ну понятно, да, ниже уровня моря. Может поэтому они такие, ну высокие, чтобы, если вдруг вода зальется, чтобы они дышать могли, я не знаю. Ожидаемо. Да, в Стокгольме такого разнообразия и выбора нету. Я вышла на центральную площадь. Ну я не знаю, считают ли они ее центральной, но который дам. Там где та самая дамба была легендарная, в честь которой Амстердам и назван. Да, дамба на реке Амсталь. И как я понимаю, сейчас это королевский дворец, то что вы видите. Раньше была ратушей. Но вот знаете что? Я, конечно, подготовилась, но не сильно глубоко. Почему у них король, ребят? Была же республика. Потом Наполеон своего брата посадил. А сегодняшняя династия откуда у них? Пишите внизу. Научите меня. Я, конечно, могу погуглить. Мне пообщаться с вами хочется. О, стройка. Обожаю стройки. Особенно в таких городах, которые строились, перестраивались исторически, потому что это же культурные слои. В Стокгольме один раз, и я это рассказываю. И даже на экскурсиях показываю, где. Вот так вот тоже рыли-рыли-рыли. Черепа нарыли. Я с туристами иду, а там как бы руки торчат с 17 века. Отмечаю для себя дизайнерские магазины по дороге. Обязательно в четверг и пятницу похожу по ним. Я решила не ждать, зайти. Нашла рюкзак. Но у меня есть рюкзак, мне не нужен второй рюкзак. Просто красота. И 50 всего евро. Так нравится этот тренд на зеленые домашние растения. И вообще на стильные магазины. Вот чего я, да, хочу купить в Амстердаме. Ну, не обязательно в Амстердаме, но что-то же хочется купить. Просто не хочется покупать ради покупки. А нужна мне реально только одна вещь. Это сумка. Не рюкзак. Сумка через все тело. Ну, чтобы айпэд помещался. Не айпэд, а планшет, который у меня андроид. Ну, вы поняли, короче. Не маленькая и не рюкзак. Такая какая-нибудь грубая. Из толстой кожи. Может, военная какая-то. Возможно, second hand. Я буду искать. Это, конечно, очень могущественная мысль. Вот я сейчас гуляю и думаю, это же всемирный склад был в 17 веке. Когда начинался весь этот колониализм. Когда со всего мира свозили в Европу специи, ткани и, главное, рабов. Амстердам стоял в центре всего этого. Именно поэтому здесь каналы. Чтобы удобно было на маленьких баржах все это добро заморское подвозить прямо к дому. Прямо вот подвозишь и загружаешь. Потому что все вот эти узкие дома, это купеческие дома. Смотрите, они узкие, они очень глубокие. Интересно, если один из них надо разобрать. Везде же есть новые дома. Как они поддерживают соседние дома. Потому что вот это все 17 век. Вот самые старые из этих. А, дома реально кривые. Кривее, чем у нас в Стокгольме. Посмотрите на их крыши. Они все поехали друг относительно друга. Прикольно. Они все на свае, где же болотистые земли. А этот какой кривенький. Маленький. Смотрите. Видите, у него фасад поехал. Оконные рамы внутри. Они ровные. Уже отремонтированные. Класс. Представляете, какие узкие дома. Какие там лестницы у всех. Вот так выглядит сейчас музей Анны Франк. Знаете, да? Девочка еврейская, которая с последним эшелоном уехала в Освенцам в 44-м году. Но имейте в виду, что билеты в музей Анны Франк надо покупать прям серьезно заранее. Хорошо, что я не планировала туда идти. Иначе я очень расстроилась, потому что билетов нету. Хотела проверить, сколько они стоят, что вам сказать. Вот. Я вообще в этот раз постараюсь максимально без музеев. Ребят, у меня нет цели сделать какой-то туристический влог. Потому что их уже много. Они все замечательные. Хотя бы вот, ну, в Орламову можно посмотреть, который здесь был. Ну, здесь уже многие приезжали сюда. Я просто хочу показать Амстердам, который вижу я. А я его вижу, знаете... Вот я хожу по каналам. Я просто вот чувствую, я представляю этот 17-й век, золотой век Амстердама. И здесь же изобрели капитализм современный. Да, здесь большие компании основались. Это Ост-Индская компания. Ост-Индская, да? По-русски. Эти огромные деньги, эти первые офисные здания. Это первая биржа. Амстердам придумал современный мир. В Амстердаме он зародился, да? Это Нью-Йорк бывший. И Нью-Йорк же они основали же, правильно? Нью-Йорк же был Новый Амстердам. Отсюда приплыли люди на остров Манхэттен и выкупили и у индейцев его. Мемориальная доска того, что отсюда отплыл Хенри Хадсон, чтобы впоследствии основать Нью-Йорк. Начинает темнеть, как-то особенно хорошо стало. Интересно, что за фишка. У многих передние колеса синие. Я уже пятый, может даже десятый велосипед такой вижу. Кто-то работает, офис. Такие скамеечки милые, у всех разные. Видите, это озеленение опять. Везде такое в катках. Круто. И посмотрите, опять дом заваливается, чтобы поднимать товар, чтобы он не бился об стену. И посмотрите, у всех домов остались эти крючки, которыми раньше грузы поднимали. Наверное, используют до сих пор, чтобы мебель заносить, если это некие. В Стокгольме такие были, но осталось реально две штуки, и то крюк с него сняли. Смотрите, вход в квартирный дом. Входишь, и прям такая лестница у тебя наверх. Крутая очень. Ну, эта тема с отсутствием занавесок, конечно, как и в Стокгольме, сильна. Прикольно. Вот прямо таунхаус такой. Вон кухня у людей великие. Написано «Мия, 12 лет». И сердечки видно. Девочка какая-то праздновала день рождения. Это район Девяти улиц называется. Ну, может, у него есть и какое-то официальное название, но во всех блогах, что я считала. Только не смейтесь надо мной. Все рекомендуют его именно для прогулок и для восхищения там фасадами, устройством. Ай, здесь много маленьких магазинчиков и кафешек. И, ну, нет такого прямо скопления народа, как в центре. Обратите внимание, опять синие шины. Что это такое? Все, я узнала про синие колеса. Это просто компания, которая лизинг делает велосипедов. То есть они все в лизинге, эти синие колесные. Все, ребята, буду заканчивать. Я не знаю, что я сегодня с прической. Два дождя у меня уже было. Завтра поеду на охоту на устриц. Но знаете, какой вывод я тут сделала? Стокгольм, он же по размеру, как Амстердам. Но Амстердам, с одной стороны, в центре он намного более малоэтажный, чем Стокгольм. И вроде кажется, что какая-то деревня. Все расслаблены, все сидят. А с другой стороны, это прямо центр. По сравнению со Стокгольмом нет у нас таких больших улиц. Но, опять же, это, конечно, не Москва, не Берлин, не Лондон. Но все равно здесь чувствуется намного больше мировой цивилизации. То есть здесь много разных кебабных. Здесь много разных китайских магазинов, каких-то странных магазинов. У нас как-то, ну, меньше всего этого, к сожалению. Не знаю, может, не к сожалению, не знаю. Но здесь прям чувствуется, что это прям вот более центральный город, более мирской город. Такой, знаете, видавший виды. Вот, интересное такое ощущение. Ладно, я пошла, найду классный рыбный ресторан и все, пойду сегодня пораньше спать. Ну, кстати, здесь темнеет намного позже, чем у нас в Стокгольме. В Стокгольме уже давно темень. Пока. Пока.